Непростой матч. Как бы изначально было понятно, что непростой матч. Но думаю, что мы переиграли соперника сегодня. Особенно на первом тайме. С огромным запасом. Для меня это, честно, этих 10 матчей все. Я хотел бы их сегодня объединить. И все эти 10 матчей были лучшие, худшие. Мы сегодня провели очень хорошую игру. Я горжусь каждой минутой этих матчей. Вспомню каждую минуту этих матчей. Горжусь каждым выходившим и даже не выходившим на поле. Горжусь своими футболистами. Они настоящие мужики, молодцы. Отыграли великолепную игру. Не забили свой момент. Есть в таких матчах, скажем так, мелочи много решают. Есть десяток мелочей, из которых, наверное, 4 не совсем мелочи. Но я их комментировать не могу, потому что это наказуемо. Не все участники матча соответствовали, по-моему, содержимому. Но мы были лучшей командой, которая формируется 3 года, которая 3 года работает, скажем так, сохраняя костяк. Наша команда достаточно молодая. Я горжусь той работой и той игрой, которую ребята показывают, которые ребята пришли за эти 4 месяца. Я горжусь, мы двигаемся дальше. Мы работаем каждый день и будем играть еще лучше. Спасибо. Александр Петрович, не самый положительный результат. Скажите, просто такой вопрос. Насколько сложно готовиться к компонентам, когда есть отрицательная статистика? То есть, два матча, четыре домашние встречи было с Торпедо, и один раз только удалось зацениться за балл. Вот именно психологически. Насколько сложно готовиться? Вообще не сложно. Честно скажу, эти моменты мы не смотрим. То есть, на самом деле, футбол стал таков в последнее время, и объектив нужно оценивать. Если бы мы тоже одним и тем же составом, и я если бы работал, я бы, наверное, держал это в голове, может быть, с одной стороны, точно знаю, что это работает. Бывают команды, скажем так, небольшие, или наоборот, наоборот, команды, которые превосходят тебя на протяжении нескольких лет в подборе футболистов в качестве, да, и ты стабильно оказываешь им достоинство сопротивления, забираешь очки. То есть, это на самом деле работает, но обращать на это внимание не стоит абсолютно, на мой взгляд, и мы на это не обращали внимания. Были другие нюансы. Я рад тому, как мы подготовились, я рад тому, как мы играли. Не знаю, Брест считается такая домашняя команда, когда родные болельщики помогают, но в этом сезоне, удивительно, что на Бресте получается, почему-то играть в лучшем. Тут в чем причина? Ну, опять тут линию неправильно выстраивать, знаете, неправильно линию выстраивать абсолютно. И как бы матчи проходят, остается результат в памяти. И я не могу сказать, что мы играем на выезде там лучше. Наверное, были пару матчей, которые можно назвать там неудачными по результату с тем же Нафтаном. Ну, во-первых, уже признанная судейская ошибка. Во-вторых, команда оборонялась низко, и команда со всеми сегодня играет достойно достаточно. То есть, команда непростая. Может быть, у нас не лучший матч, но и сыграть там все матчи идеально невозможно. Вот. Я бы не стал подытоживать, что ли, да, и не стал бы тут подводить какую-то черту под этими десяти матчами, чтобы мы играем дома хуже, чем в гостях. Отдельный матч, отдельная история. Как вы говорите с Егором Корцовым, у нас есть интересная команда. Но сегодня, наверное, многим показалось, что довольно рано он ушел на замену. Тут сказалось, что нужно хоть и недомогание, и повреждение, что... В первом тайме Егор Корцов стягивал на себя внимание, можно сказать, троих футболистов Торпедо. Торпедо – команда оборонительного стиля, не случайно пропустившая три мяча на данный момент. И по Егору играло всегда минимум два футболиста. Минимум два футболиста. И действительно, развернуться им было непросто, но даже при этом были моменты, когда он смог обострить ситуацию, смог обострить игру, нашел такие моменты. Но в этом матче ожидать моментов явных не стоило. Он хорошо сыграл. Другое дело, что получил повреждение, это было колено, и с этим не шутят, поэтому мы перестраховались и поменяли его. Насколько, как мне кажется, это поражение первого сезона, может, собьет или не собьет команду с этого пути? То, что вы не строите, все складывается хорошо. Насколько... Ну, вы знаете, понятно, что никому не хочется проигрывать никогда, но поражение, поражение, рознь, во-первых. Мы, я еще раз говорю, горжусь сегодняшним матчем. Вот. И я уверен, что нам не помешает двигаться дальше это. Вот. Это в любом случае закаляет команду. Любые трудности, то есть даже если где-то кто-то неправильно будет воспринимать, или на кого-то поражение окажет влияние, скажем, непозитивное, да, или, ну, позитивно неправильно сказать даже, влияние отрицательное, да, который будет влиять на коллектив неправильно, это, ну, эти сложности, они делают коллектив сильнее. Мы справимся с этим, будем двигаться дальше. Никаких проблем. После матча Ван Дейнер Торпедо зашел в раздевалку, что он говорил? Какие слова? Ну, посмотрите, я не стал это комментировать, но вообще он зашел по поводу там зеницева футболиста, но, если честно, не очень хотелось слушать это, потому что, мягко сказать, бодловатое поведение всей скамейки. То есть после гола, там жесты какие-то, я, честно, вот, вот, я вообще этого не понимаю. Как бы я думал, что это пережитки прошлого, я думал, что мы от этого ушли, вдруг я увидел, что есть еще такие команды, где там какие-то жесты, какие-то, какие-то, какие-то выкрики, честно. Там изменяться нужно не только за футболиста, но и за каждого второго сидящего на скамейке. Поэтому то, что он пришел, делает ему, конечно, честь, но, ну, раз вы задисциплили этот вопрос, то, ну, с другой стороны, знаете, это попахивает какие-то и цинизмом, что ли, то есть, ну, не знаю, то есть, ты же видишь, как там ведут твои коллеги себя, тогда останови их вовремя, что там ходить разменяться после того, как, после драки круглоками не машут. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ